итак в этом видео давайте вам покажу как работает сессионными музыкантами довольно быстро и какой порядок действий как вы видите у меня открыта пустая сессия но здесь создан пока аудиотрек значит какой порядок мы для начала но в идеале можем создать даже аренджмент маркера то есть у меня есть например восьмитактовая intro ну или даже давайте сделаем его четырехтактовым дальше у меня идет куплет и например мне потом идет припев вот то есть у меня вот есть такая вот скажем так форма то есть это мы начали с вами с формы наших оппозиции intro куплет припев дальше нам нужно прописать аккорды у меня тональность тональность мы тоже естественно выбираем сразу темп тоже выбираем сразу я поставил 115 тональность ля минор вот у нас все как бы такие подготовительные моменты готовы то есть здесь все есть доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получив все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене теперь нам нужно прописать гармонию мы заранее когда к с пишем композицию мы знаем что у нас там какая-то определенная будет гармония в интер давайте пропишем я сейчас не буду сильно заморачиваться прям с какими-то сложными аккордами с кем-то сложными ритмическими пульсациями мы такой сделаем такой оля диско фанковый трек сейчас начнем для минор допустим в интера два такта потом два такта у нас давайте сделаем ре минор и дальше у нас пойдет куплет где у нас будет например два такта ля минор потом мы сделаем да кстати у нас создается новый вот этот аккордовый регион по установленному playhead мы можем так это сделать поставить и посоздать новую новый регион давайте поставим ре минор 7 например сделаем это на один такт сюда скопирую и здесь делаю ми минор или просто мин например ми 7 допустим с девятой ступенью вот мы сейчас все это скопируем а припев мы с вами сделаем чуть почаще смену аккордов то есть я тоже беру ля минор ля минор сейчас на самом на ходу придумываю так ну просто примерно представляю что это должно нормально звучать ре минор 7 например так у нас не прописался enter не забываем жать нажимаю тэп чтобы создать новую новую новый аккорд в данной группе ну сейчас не будем регионами делать на самом без разницы как это делать сделаем фа-мейджор проще так писать и дальше сделаем например ми 7 е7 давайте добавим повышенную девятую ступень так дальше я скопирую все то же самое для эту группу скопирую только последний аккорд мы сделаем после фа-мажора сделаем джи сус 4 да такой аккорд у нас да все здесь есть так все на у нас с вами все прописано ну думаю здесь все будет четко и вот теперь то есть у нас с вами прописана форма у нас с вами прописана гармония для нашего трека есть темп есть тональность и вот теперь мы можем смело создавать сессионных музыкантов начнем мы с барабанщика я выберу инди диска инди диска барабанщика нажимаем create вот нас сразу создалась форма то есть интро куплет припев дальше пока ничего не слушаем чисто создаем я создам еще перкуссию берем этим перкашен то же самое делаем и сразу здесь включу для звука просто режим диска так мы делаем такой диска фанк скай у нас сразу будет то что нам нужно дальше создаем следующую дорожку бас нам нужен басист выбираем и не диска у нас прям есть такой режим тоже нам create вот у нас создался басист тоже соответственно подстроился он и под гармонию и под нашу сетку мы здесь сразу для всех этих регионов выделим сразу сделаем следование за барабанами то есть форум на флор нас барабаны партия у нас поменялось сделаем чуть ее понасыщенней ну и здесь только может здесь мы чуть не такой насыщенный куплет а припев мы до максимально насыщенный интенсити тоже побольше так и нам нужно добавить клавишника давайте добавим keyboard player в режиме фриле поменяем сразу звук то есть выбираю здесь патч и патч мы поменяем на электрофоно ну какой-нибудь классик электропиано например стандартный сейчас здесь она даже включу хорус чтобы он был такой поприятней и может быть давайте добавим сразу еще и какой-нибудь pet то есть я еще добавляю клавишника в режиме simple pet создаем уберу его в куплете и оставлю его в припеве то есть вот сейчас у нас с вами получается и мы сейчас ничего не слушали только создавали у нас теперь этому удалим у нас теперь есть наши барабаны у нас теперь есть наша перкуссия у нас есть бас у нас есть el piano electric piano и у нас есть наш pet то есть вот мы таким образом за пять минут с вами собрали по сути базовую аранжировку вот прям сразу еще даже ничего не слушаем сейчас давайте на всех случаях сделать потише чтобы у нас вдруг там ничего не гружало и послушаем что нам собственно сгенерировал искусственный интеллект вот Продолжение следует... Ну, как по мне, для вот такого быстрого создания композиции или какого-то минуса, ну, это прям очень здорово. Ну, понятно, что это все нужно дорабатывать, какие-то партии здесь немножко звучат кондово, там, естественно, можно клавишника сделать поинтереснее, например, чтобы в куплете он играл как-то, например, более сдержанно. Давайте попробуем root, здесь, например, не full chord, а давайте сделаем 3 voice common tone, чтобы у нас было чуть развитие, то есть у нас в куплете чуть меньше нот будет в партии клавиш. Следование давайте, кстати, тоже сделаем, например, за барабанами. Значит, по перкуссии, допустим, здесь мы сделаем без шейкеров чисто вот эту историю. В припеве, да, у нас добавляются шейкеры, пускай будет полная партия. Бас, бас давайте здесь сделаем тоже, а здесь уже есть следование за бас, за барабанами мы с вами сделали. Фрейзинг, давайте сделаем здесь фрейзинг как-то по... Нет, давайте в куплете сделаем фразу покороче, чтобы у нас более короткие были фразы. Так, в припеве мы с вами добавим больше филов, больше проигрышей на басу, чтобы были какие-то дополнительные. Так, комплексности оставим, аутомаунт, может, чуть поменьше сделаем, судя по партии. Так, это и есть, с пэдами у нас все понятно. Пэд, единственное, наверное, я сделаю чуть-чуть поближе, чтобы он не был таким каким-то широким. Здесь тоже надо пэд поближе сделать, не надо его прям таким широким делать по партии. Так, здесь сделали, здесь у нас тоже можем добавить филов в клавишах электрофонов, припеве. Можем чуть-чуть увести правую руку повыше. Следование тоже сделать за барабанами. Да, сделать 4х свойств, чтобы он обыгрывал все вот эти гармонии с сусами и так далее. Так, ну что, мы вроде все подправили барабаны. Здесь давайте я поменяю на 16-е в припеве, чтобы у нас чуть по драйвове звучало. Так, по громкости у нас максимально. Здесь чуть поменьше. Хай-хай, давайте, да, сделаем такую партию. Все правильно. Ну, здесь у нас тоже все правильно. Давайте послушаем. Ну, сейчас я чуть-чуть сделал такие микроизменения. Субтитры сделал DimaTorzok Сделаю побочнее брейк в конце. Ну, вот, по сути, законченная композиция. Ну, понятно, что всего лишь купляет припев. Но дальше можно в таком же ключе нагенерить еще форму. И довольно быстро, буквально за час, собрать какую-то базовую аранжировку, которую потом можно использовать для музыкантов, чтобы репетировать или как демку для того, чтобы потом на студии это прописать, или чтобы послать аранжировщику, то есть напеть вокал, например, поверх этого, чтобы аранжировщик уже понял идею и уже это все сделал, ну, более, скажем так, грамотно. Ну, либо прям взять эту демку, ее потом просто перевести в миди, доработать, или больше там покопаться с какими-то настройками драмера, бас-плеера, перкуссиониста и так далее. И получить прям максимально, там, 90% готовую композицию, и уже потом ее, там, добавить какие-то лупы сверху от себя, какие-то звуки дописать, живые инструменты, вокал. И, в принципе, вот таким образом можно создать полноценную песню. Но как-нибудь мы об этом поговорим отдельно, в отдельном курсе про создание композиции 2.0. Такой вам небольшой спойлер. Но так или иначе, я думаю, вы уже поняли, убедились, что благодаря вот этим новым сессионным музыкантам гораздо быстрее и проще стало создавать аранжировки, потому что раньше у нас был только барабанщик, это тоже была большая экономия времени. Но сейчас у нас появились вот такие возможности. Ну что ж, в следующем видео давайте подведем итоги нашего курса.